Всем привет, это UwebDesign. Продолжаем записывать обучающие ролики. Сегодня будет долгожданный ролик про возможности анимирования SVG. Да, я знаю, что этот ролик давно уже ждали, но так получилось, что там на Новый год всё пришлось. Потом нам нужно было новую звуковую карту, вот эту интерфейс докупить. Короче говоря, а потом куча другого интересного появилась, на чё хотелось снять ролик. В общем, вот теперь SVG и анимации наконец-то попали в продакшн. Ну, как мы уже знаем, SVG это XML-документы. Кстати, смотрите предыдущий ролик, который основа SVG. Там, в принципе, я рассказывал, как из иллюстратора их достать и как их на страницу поставить. То есть там какие-то основные методы есть, поэтому если ещё не видели, обязательно посмотрите. Так вот, SVG это у нас текстовый файл, то есть в нём код, XML-разметка, поэтому он очень хорошо сжимается, я уже говорил, поэтому его можно просто положить на страницу. То есть, как мы по итогам предыдущего ролика выяснили, самым лучшим способом импорта SVG, то есть или выкладывания на страницу, это inline SVG в HTML. Прям его подгружать, неважно, как вы это сделаете на уровне бэкэнда, то есть если это там WordPress, то вы можете с помощью PHP инклудить этот файл, чтобы он у вас там в верстке весь не лежал там в шаблоне. Или как угодно, вы с помощью программирования можете, в общем, да, SVG положить, как любой текстовый файл, просто заинклудив. Так вот, из-за того, что мы его можем положить в HTML, как вы догадываетесь, все взаимодействия интерактивные с ним можно производить точно так же, как с DOM-элементами. То есть первый способ, который мы рассмотрим, это обычные CSS-анимации, то есть это то, с чем, в принципе, любой фронтендер уже привык работать, знает, любит и понимает. Перед этим остановлюсь еще на одном моменте, то есть в предыдущем ролике мы не очень говорили про компрессию SVG, вообще сжатие, то есть мы говорили о том, что там можно поставить разные гавочки в иллюстраторе, потом ручками поправить код. Но есть также вот такой онлайн-инструмент SVG-O от Джейка Арчибальда, который, в принципе, очень много вложил для SVG, для комьюнити. Он первый придумал, как делать SVG-Line Animation, о котором мы чуть позже поговорим. В общем, у него вот есть такой инструмент, в него мы можем OpenSVG загрузить наш файл. Например, вот у меня на рабочей столе лежит VansShueSVG, то есть вот такой ботиночек. И здесь мы можем выбрать, какой уровень, например, точности и так далее. Короче говоря, мы можем поставить все гавочки, посмотреть, насколько будет сжат файл. То есть вот так вот я его сжимаю, 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 сжимаю. Он у меня здесь высчитывает, что сжатие по, если мы все включим, будет 35%. Здесь мы можем посмотреть, насколько этот файл будет отличаться от оригинала. То есть достаточно сильно из-за того, что мы Precision уменьшили, то ботиночек стал такой объемный, беспонтовый. То есть если мы сделаем Precision 3, то он уже не будет отличаться никак от оригинала. 26% мы сэкономим. Здесь на Precision 2 он, в принципе, тоже не отличается от оригинала. Поэтому можете вот так сделать. Здесь просто загрузить файл по ссылке, и вам прилетит уже тот самый ботиночек, который вы будете использовать на странице, уже сжатый. То есть вот 30%. Просто хотелось еще разочек на этом остановиться, потому что, несмотря на то, что SVG, в принципе, неплохо газипнется. И газипнется на стороне сервера из-за того, что это текст, лучше сами файлы тоже сжатыми хранить. Кстати, здесь один из пунктов я сейчас еще покажу. Это... Так, да, после того, как я сделал назад, здесь приложение не очень работает у него. Не знаю, почему это так. Там какие-то замуты есть с тем, что оно работает в хроме даже офлайн. После того, как уже загрузилось, вы можете как с десктопным приложением обычно работать. Здесь есть вот такие пункты, как remove description desk, remove title, если они, конечно, у вас есть. Так вот, была такая статья на сайт-пойнте, tips for creating accessible SVG. То есть такие небольшие советы, как сделать SVG accessible для скрин-ридеров, то есть программ, которые парсят ваш текст, до поисковых роботов. И, ну, здесь кроме уже классических всяких вещей, типа use SVG, use inline SVG, просто класть в HTML, есть такие вещи, как provide the title. То есть внутри SVG должен быть тег title, в котором мы, ну, пишем заголовок, что здесь в этом файле представлено. Мы его можем линкануть с помощью aria-роли labeled by title. Здесь provide the description, то есть то же самое с тегом desk. Мы его сюда кидаем, пишем небольшое описание для того, чтобы скрин-ридеры, поисковые агенты понимали вообще, что перед нами такое. Но здесь есть еще несколько подсказок, я ссылку в описании к видео оставлю, поэтому да. В общем, возвращаемся к первому способу анимирования SVG. Это CSS-анимация. Я обращусь к нетленной статье на CSS Tricks. Это, кстати, не единственная статья CSS Tricks, в котором нам Крис Койер рассказывает, что SVG можно анимировать с помощью CSS. Вот такой у него получается результат. То есть здесь немного уже другая анимация, но когда он писал этот пост, вот такая была. То есть у нас есть SVG-документ, в нем есть несколько элементов, и они по-разному анимируются. То есть на самом деле, да, если мы посмотрим HTML, то здесь вот большой SVG-файл, в котором есть несколько групп сгруппированных, то есть квадрат, который фон, группа букв. Здесь вот эти буквы вуфу, они все аутлайнами сделаны, то есть простыми патхами, которые филом заполнены, короче говоря, заливкой. Вуфу-леттер, вуфу-леттер, вуфу-леттер. После этого есть T-Rex, то есть динозаврик. Так, и здесь есть, насколько я понимаю, слова отдельные еще. Патх, фил, это все динозаврик. Там отдельные слова, они в самом низу. Вот, текст, трансформ, там и так далее. Короче говоря, вот здесь текст 1, текст 2, текст 3. Вот эти слова. В общем, мы в иллюстраторе, естественно, должны подготовить вот такой большой файл, в котором уже есть все. По умолчанию несколько штук скроем. То есть я лучше буду показывать на результате. Это на самом деле удобнее. Вот он у меня здесь открыт. HTML мы уже видели. Вот, CSS. То есть, что касается адаптивных SVG файлов, есть такая статья, опять же, на CSS Strix, how to scale SVG. То есть, как сделать так, чтобы он был адаптивным и подстраивался под размер окна. Один из классических хаков – это padding-хэк. То есть, когда мы схлапываем отберточку у файла, делаем у нее высоту 0, padding-top делаем 100%, и внутри position absolutом располагаем этот элемент. Он будет респонсивным по умолчанию. То есть, это для того, чтобы покрыть вообще все возможные варианты со всеми браузерами. То есть, мы когда говорим о фоллбэках для E, то там, конечно, да, все сложно. Я надеюсь, вы уже знаете, как делать CSS-анимацию, но если что, свяжу. Свойства animation. Так, у нас здесь, обратите внимание, включен автопрефиксер. Точнее, не у нас, а у Криса. Поэтому не забывайте, что animation должны быть со всеми префиксами. WebKit animation, Moz animation, O animation для старых опер и простой animation для тех браузеров, которые поддерживают его. После этого мы жмем, не жмем, вводим название анимации, ее, сколько она длится. После этого можно поставить delay. То есть, вот здесь он вручную выставлен отдельным свойством. Мы могли бы здесь сделать там одну секунду, он бы по умолчанию анимация начиналась еще на секунду позже, чем начинается. Здесь timing function, то есть is, is, in, is, out. Их там много есть всяких дефолтных. И можно кубик без E функцию сюда свою какую-то указать. У Lee Vero, по-моему, была open-source-ная тулза, которую потом в Brackets включили. Как вот эти функции временные выстраивать, это как бы отдельное все. Отдельная тема. Нет смысла об этом тут говорить. Короче говоря, можно тайминг функциями дефолтными пользоваться. Потом здесь animation direction. То есть, в какую сторону? Alternate — это в обратную сторону анимации действия для того, чтобы... Ну, здесь он рассказывает о том, что у него, в принципе, весь таймлайн — это 10 секунд. И анимация с буквами, она каждые 5 секунд повторяется. То есть первый раз перед T-Rex, а второй раз она повторяется тогда, когда вот эти буковки показываются. После этого infinite мы можем прописать количество... Ну, то есть то, что оно бесконечное. В отдельном свойстве это было бы animation iteration count. Да, точно. Количество итераций. Здесь можно было бы steps указать. Но это тоже уже... Когда будет следующий ролик про SVG спрайты. И там я расскажу, как CSS спрайты анимировать с помощью steps. Просто вот это будет в назывном порядке. Я думаю, минутки на 3, потому что это такая стандартная техника. Мы в паблике у нас на ВКонтакте тоже выкладывали много таких методов. Когда у вас есть спрайты из изображений, вы степсами в несколько шагов анимируете. Вот это здесь пишется. Так вот. Wufu Letter, если мы повернемся к HTML, это большой класс, который объединяет в себе... Да, вот каждая буковка — это Wufu Letter. И если мы 2, 3, 4, 5, мы делаем небольшую задержечку для анимации каждого. То есть если мы сейчас здесь сделаем наоборот, 3, 2, 1, то буковки будут в другую сторону анимироваться. Сейчас посмотрите. С буковки O и вот в эту. В эту сторону. Вот, видите, да? То есть немного не так получилось, как задумывал Крис. Но, короче говоря, просто для наглядности, что анимации можно для каждой буквы откладывать. Так вот, что касается самого названия вот этого kaboom, его мы описываем здесь в keyframes. Keyframes тоже должны быть с префиксами, не забывайте. WebKit, Moz, Opera и так далее. И здесь мы можем тоже некоторую тайм-ленту указывать. То есть в пределах вот этих 5 секунд, которые длится анимация, мы можем писать from to, если у нас только 2 значения, или процентные значения на каждом этапе, какое значение принимается. Transform — это стандартное тоже свойство, которое должно быть с префиксами. То есть у него там есть scale, rotate и так далее. Там их большое количество. Я здесь в этом ролике тоже не буду описывать. Но scale — это увеличить. То есть на 90% 1.0, а потом 1.1 на стоп. Под конец, на последний, получается, если мы это 5 секунд разделим на 10 частей по полсекунды. Последние полсекундочки чуть-чуть увеличатся буквы. То есть вот в таком аспекте оно и действует. То есть это можно точно так же применять к SVG элементам. Абсолютно неважно, к какому вы CSS анимацию напишите. Не все свойства анимируются. То есть transform, понятное дело, это анимируемое свойство. То есть вы должны знать, какие анимируются с помощью CSS. Есть некоторые свойства, которые только для SVG специализированы. Типа fill, stroke, stroke, dash of set и так далее. Они тоже анимируются с помощью CSS. Но вот сам path, вот этот атрибут d, например, его мы не сможем анимировать с помощью CSS. То есть переделать букву w в букву u, например, с помощью CSS анимации нельзя. К счастью, это можно сделать с помощью других методов. О них я чуть позже скажу. Так, если будем смотреть дальше, здесь так стандартные стили и пошло дальше. Текст 1, текст 2, текст 3. Это те вот эти три слова fast, smart и formidable. Они анимируются с помощью анимации hide show. Причем, которая длится 10 секунд. То есть на весь вот этот timeline. И те слова, которые следующие там. Ну, в общем, да. Вы поняли. Второе и третье слова. У них есть задержка полторы секунды и три секунды соответственно. Здесь у нас мы видим на протяжении 10 секунд. Сначала эти слова показываются. А потом после 15 процентов, то есть получается на полуторной секунде они пропадают. И то есть каждое слово у нас по полторы секунды видно. Ну, вы как бы когда планируете такие анимации, их проще, да, действительно на бумажке или где-нибудь на timeline записать, что у вас в какой момент появляется. И просто, ну, математически расставить, посмотреть, добиться нужного результата. CodePen, кстати, помогает. То есть вы можете здесь экспериментировать, если вам лень на локалке это все поднимать. Хотя, конечно, разницы-то никакой. Что касается T-Rex'а, к нему применяется анимация pop-up. И она тоже transform. То есть здесь opacity, кстати, да, анимируется. И visibility. Обычно с помощью них пропадают фрагменты, элементы. Но это, опять же, не то, как SVG справедливо, это справедливо для абсолютно любых каких-то моментов. То есть здесь SVG, это у нас простые дом, дом элементы. Поэтому, да, здесь никаких вопросов. T-Rex сначала приподнимается, потом резко уходит и пропадает. То есть, да, оно просто за секундочку происходит, вот так вот выскакивает наверх и уходит. Значит, с CSS анимациями разобрались. Все, что транзитится и трансформится, анимируется, это все можно точно так же применить к SVG. Следующий способ, который... А, да, чуть не забыл. Самое важное, если вы хотите что-то крутить, то есть применить transform не... Так, не translate, а rotate, то вам нужно обязательно помнить о том, что если у всех HTML элементов transform origin по умолчанию в центре, то есть 0-0 это в центре, он вокруг центра крутится, какой-то элемент, то у всех SVG transform origin вот здесь в уголке, и мы будем крутить что-то только вокруг этого угла. Для того, чтобы сейчас их повернуть, вот эти буковки, напишем еще вот такой вот transform rotate на 90 градусов. Давайте не на 90, чтобы они сильно не убегали, но на 45 градусов. Повернем буквы. Сейчас, когда до них дойдет очередь, смотрите, fast, smart, formidable, буквы, оп, аккуратно на 45 градусов повернулись и обратно. То есть они поворачиваются не вокруг своей оси, а вокруг вот этой вот точки. Для того, чтобы сделать то поведение, которое, как бы, кажется нам правильным, так, класс wufu add osvg. Мы должны написать transform origin 50%, 50%, то есть в центре элемента. Сейчас, я надеюсь, все будет хорошо. Кстати, для Firefox вот это не работает, там нужно вручную выставить. Так, я так понимаю, надо wufu letter все-таки это писать, а не wufu add. Так, fast, smart, formidable, надо как-то... Вот, видите, буковки поворачиваются уже вокруг своей оси, то есть вокруг каждого элемента вот этого wufu letter. Обязательно обращайте на это внимание, когда делаете rotate для SVG, потому что, да, они себя неадекватно могут вести, потому что у них отчет координат немного с другой стороны идет. Перейдем к следующему способу SVG анимирования. Это, точнее, нет, не к следующему способу. Перейдем к следующему варианту CSS анимаций для SVG. Очень популярным это SVG line animation. Вы наверняка видели кучу таких примеров, то есть там какой-то, ну, большой элемент, и он типа рисуется прямо в реальном времени. То есть, ну, я забегаю вперед, вот так это выглядит. Ну, сейчас здесь это наоборот идет, то есть здесь можно в любую сторону. И оно, хоп, вот так вот пошло. То есть здесь у нас в статье это объясняется. Попробую еще раз объяснить. У нас это справедливо для тех пасов, которые не закрыты, то есть они не закрашены внутри, и они типа нарисованы. Нарисованы, ну, короче говоря, да, незакрытые пути. Те, кто работают с иллюстратором, понимают. Те, кто не работают, просто линии, которые не закольцованы, как какой-то shape, а просто path нарисованы. Так вот, как вы знаете, эти линии, они могут быть прерывистыми, то есть dashed. Вот таким способом. И, соответственно, их можно прерывать долго, и, как вы уже догадались, да, вот, то есть можно вот так вот анимировать туда-сюда позицию. Так вот, если мы сделаем так, что весь наш путь, весь наш path, это будет один большой сегментик вот такой вот. И следующий большой сегментик будет, грубо говоря, через прерывание и так далее. Короче говоря, мы длину сегментика сделаем размером с длину всего path'а. То у нас получится вот этот вот вариант. Я сейчас его открою в отдельной вкладочке, опять же. Я, кстати, сегодня сделал свой такой CodePen, и его забанили, потому что там я по прикольчику сделал мужской половой орган, так же рисуется. И мне реально на почту после этого пришло, что, типа, ваш пен забанен, и он у вас в анонимном гисте где-то там хранится. Поэтому, да, не обессудьте. Короче говоря, два CSS-свойства. Это stroke-dash-array, stroke-dash-offset. Dash-array нам говорит, насколько разделено, какова длина вот этого сегментика. То есть если мы здесь поставим 100, то вот у нас 100 пикселей, я думаю, это стандартная величина. 100 пикселей вот этот dash-array. И между ними дырки, соответственно, тоже вот такие же одинаковые. Если мы сделаем его длиной с весь вот этот путь, то по анимации мы будем dash-offset с 1000 до 0 делать. То есть если я сейчас вам по умолчанию сделаю здесь 1000, то никакого пути не будет. Если я сделаю 0, то он до середины дойдет. Соответственно, если я сделаю 500, то, как вы понимаете, половина будет. То есть 1000 мы делим пополам и так далее. Если мы анимируем это как переход плавный от 1000 до 0, то будет рисоваться у нас вот такая штука. Если мы альтернейт уберем, то она будет, к сожалению, в обратную сторону по умолчанию. Точнее нет, она не будет закрашиваться туда. Да, он начнется заново. Если мы сделаем альтернейт, то он в обратную сторону будет идти. Но это так уже просто по прикольчику. Короче говоря, это справедливо только для тех пасов, которые не закрыты. Почему большинство решений, которые вы найдете по этому поводу, они базируются на JavaScript. Потому что здесь мы указали 1000, но просто так совпало, что вот этот пас длиной с 1000 пикселей. На самом деле мы это не можем выяснить никак, ну, как бы сказать, статически. То есть мы можем зайти в иллюстратор, посмотреть длину и ее статически указать. Но в большинстве случаев нам нужно JavaScript узнать его длину, длину этого пути. Поэтому вы найдете большое количество плагинов, которые уже работают. Типа вот Walkway.js я, например, видел. An easy way to animate CG images consisting of line path and polyline elements. То есть видите, здесь тоже указано, что должны быть вот эти незакрытые пути. В противном случае работать не будет. Есть еще вот такая библиотечка Lazy Line Painter, ну, не библиотечка, jQuery Plugin, которые рисуют большое количество вот таких штук, какую загрузить и такую нарисуют. То есть они вот абсолютно разных сложностей могут быть. Здесь вам нужно на странице экспортировать SVG из иллюстратора, потом вот сюда в конвертер скопировать. После этого вам скажут, что написать, что сделать и так далее. Короче говоря, есть вот такие готовые решения, поэтому, да, пользуйтесь. Ну, в большинстве случаев, если у вас какой-то небольшой элемент, то можно в иллюстраторе зайти и узнать длину. Это никакая не проблема. Ну, или, или. Здесь вот Крис прикладывает пару строк буквально. То есть одна выбирает просто сам элемент, а потом getTotalLength. Мы узнаем его длину. То есть это нативный API для SVG, насколько я понимаю. То есть он работает по умолчанию во всех браузерах, где SVG поддерживается. Поэтому мы узнаем длину. И эту длину уже куда-нибудь или в Data Attribut кладем, который с помощью CSS достаем, или как-то иначе с этим разбираемся. То есть если вам нужно небольшой какой-то фрагмент анимировать вот с помощью Dash Offset, то пару строк можно написать, целый плагин тянуть для этого не обязательно. Но это, опять же, насколько у вас как бы авантюризма хватает. Так вот, следующий способ анимирования SVG файлов называется Smil Animation. Я не помню, что такое Smil, какой-то там System Modular Interaction Language, что-то подобное. Короче говоря, это дохрена делов. Сара Суидан. Не знаю, как правильно. Суидан. В общем, да. Все мы ее знаем по ее докладам на различных конференциях, по огромному количеству статей на ее личном блоге. Она на Smashing Magazine писала статью, сюда писала про SVG. Она написала вот, да, на CSS Tricks небольшую статью, в которой рассказывает, что такое Smil. То есть это такая спецификация, которая позволяет нам анимировать что-то, ну анимировать SVG прямо в самом SVG коде. То есть с помощью вот таких вот тегов, то есть мы их прямо в элементе SVG пишем. Анимейт, сет, анимейт моушн, анимейт колор. Их достаточно большое количество. Мы можем анимировать. То есть их можно писать вот эти, ну давайте возьмем анимейт, самый стандартный. На этом сильно долго останавливаться нет смысла, потому что это очень сложная штука. И не всегда нужно ее использовать, но тем не менее. То есть мы их можем вот так внутрь какого-то элемента закидывать. То есть даже если это Path, который просто вот так черточкой закрыт, мы черточку стираем и внутри него как nested элемент делаем анимейшн и там какие нам нужны атрибуты. Если мы этого не хотим, то есть мы хотим как-то наш SVG аккуратно, все элементы сверху, все анимации снизу, то с помощью атрибута xlink.href мы можем по айдишнику показать, к какому SVG элементу эта анимация применяется. Что касается атрибутов, то их большое количество. Атрибут name показывает нам, что анимировать. То есть если у нас есть rectangle, то... Так, здесь нет примера. Cx, cy, в зависимости от того... А вот у сёкла, например, из Cx, у него есть радиус, можно радиус анимировать и так далее. Любой атрибут, который указан для какого-то SVG элемента, можно анимировать. Потом есть fromToeduration, то есть вот они, fromToDure. То есть это какие значения вот этого атрибута? Например, opacity. Ну все вы понимаете, что будет анимировано. Будет анимировано opacity с 1 до 0, плавное исчезание в течение 5 секунд. Ну то есть тут прям всё очень понятно. Атрибут type можно не писать, он по умолчанию after равен, вот здесь это сказано. Поэтому если вы точно не знаете, просто не пишите. Repeat count indefinite, это будет то же самое, что и в CSS анимейшнах. Просто написать infinite. Здесь indefinite. В принципе, такое. Почти говорит само за себя. Можно также fill анимировать. То есть если мы здесь напишем fill, то вот цвет. И цвет мы можем анимировать здесь вот не cx, а написать fill. From orange to red. Будет плавное перетекание из рыжего, хотел сказать, из оранжевого в красный цвет. Что касается атрибутов begin, то можно указывать ивент небольшой. То есть, допустим, клик. По клику на вот этот circle начнется вот эта анимация и будет показываться. Так вот, кроме того, что begin, клик, можно написать, допустим, ID-шник не my circle. Допустим, есть у нас my rectangle. То есть, какой-то квадрат, который мы тоже до этого анимировали. Вот my rectangle.end. И в тот момент, когда закончится та анимация, которая на квадрате повешена, начнется вот это. Здесь есть несколько CodePen примеров. Мы их сейчас посмотрим. То есть, здесь вот по клику просто анимируется кружочек, например. Здесь по... Так, давайте посмотрим. По ID-шнику. Вот здесь не D, здесь ID, конечно, это опечатка. CircleAnimationBegin плюс 1 секунда. Здесь можно даже математику небольшую писать. То есть, начиняем с этой анимации, добавляем 1 секунду. Здесь это очень похоже на JavaScript, тоже .notation, там, begin, end и так далее. Это типа ивенты. И можно добавлять. То есть, в принципе, если вы точно знаете, что вам нужно анимировать, смил — это неплохой такой способ. Но если у вас будет это хоть сколько-нибудь динамично, то использовать JavaScript более выгодно. Я дальше там чуть-чуть покажу. Так вот, мы можем после того, как начинается анимация кругляшка, анимировать квадратик вот с задержкой в 1 секунду. Что касается fillFreeze, то это означает, что после того, как анимация закончится, элемент застынет в том месте, в котором он есть. Так, здесь она рассказывает или не рассказывает, какое второе значение. Да, вот remove. Если мы делаем remove, то кругляшок возвращается назад. Я вот сейчас здесь позволю себе изменить. Здесь будет не freeze, а remove. Так. Нет, менять нельзя. Edit.CodePen. Сейчас, за секундочку сделаем. Так, CSS тоже закроем. Здесь remove будет. После этого квадратик вернется на прежнее место. После того, как анимация закончится, она тут достаточно долго. Опять секунд можно было бы поменять. Вот вы видели, квадрат вернулся на то же самое место. К сожалению, нельзя сделать такой же аналог SVG вот этой хуй. CSS анимации, когда с помощью параметра alternate квадрат возвращается обратно. Но можно сделать с помощью атрибута values. Давайте дальше посмотрим. По списочку они будут. Да, покинуть страницу. Для того, когда мы хотим сделать больше, чем два чекпоинта, так скажем, не от 50 до 425, а с промежуточными какими-то значениями, мы можем использовать пару атрибутов, которые называются keytimes и values. Сейчас посмотрим, куда, где здесь она про них говорит. Я думаю, что говорит. Так, repeat durations. Сколько будет повторяться анимации? Это атрибут, который говорит о том, что все анимации длятся полторы минуты. Как только полторы минуты прошло, заканчивается. То есть даже прописано indefinite все равно полторы минуты и все. Так, что касается keytimes и values. Вот, здесь она об этом говорит. Keytimes. То есть от нуля до единицы. То есть мы в CSS-анимациях пишем проценты, да, от нуля процентов до ста процентов. Здесь мы делаем от нуля до единицы промежуточные значения. Каждому из них соответствует values. То есть мы можем говорить, что в самом начале это будет 50, потом 490, потом чуть-чуть вернуться назад, 350 и до 450. Здесь должен быть, да, здесь должен быть такой же этот пример. То есть вот небольшое отпрыгивание. И, соответственно, мы можем сделать от 50, потом закольцевать в 50, чтобы он просто вернулся на свое обратное место. Давайте прямо сейчас так и поступим. То есть, так, это закрою, это закрою. Values здесь 50, здесь 450 будет у нас третье значение. И 0,5, соответственно, 1. Так, fill. Repeat count. Repeat count равно indefinite. Так, вроде все. Давайте посмотрим. Бум, обратно. Бум, обратно. Ну, и туда-сюда, если мы сделаем duration не 2 секунды, а 4, скажем, секунды, то это будет более медленно. В принципе, можно имитировать то самое поведение, которое у нас было в CSS-анимации, с некими оговорками. То есть нужно привыкнуть как-то к этому синтаксису, но, тем не менее, да. По умолчанию используется... Так, тут какие-то уведомления. По умолчанию используется функция linear. То есть, вы видите, никаких is in, is out нету. То есть, по умолчанию, вот так линейно на протяжении всего времени двигается равномерно. Есть атрибут calc mode, то есть режим, в котором... Так, splines я чуть позже скажу. Где он здесь, calc mode? Вот он, calc mode. Очень-очень-очень-очень сложно, но... Ну да, наверное, наверное, даже это... Только если spline я пропустил, до этого она говорила... Вот, да. The fourth value. Calc mode. Вот этот может быть linear, как обычный, discrete, если это аналог steps, о котором я уже говорил, paste и spline. Paste — это практически как linear, но он, если там в key times какие-то разделения есть, он их игнорирует. То есть, мы rerun можем здесь сделать, посмотреть, что paste, он просто вот делает анимацию на протяжении всей тайм-ленты. Linear, он на тех моментах, на которых какие-то происходят события, типа там изменения, он цвета меняет в другую сторону. Здесь какие-то артефакты небольшие, даже я не видел их, когда на большом открываешь, что там их нет. Так вот, и spline — это как раз возможность указывать вот эти timing functions на каждом этапе. Если мы используем атрибут key splines, то он соответствует тем самым атрибутам key times и values, которые мы здесь указали. И на каждом из этих этапов можно указать вот эту cubic bezier функцию. Здесь как раз нам Сара дает референс к... Где здесь? Инструменты Lee Vero? Говорит или не говорит? Должна, должна говорить. В общем, да, вы копируете просто, вы выставляете здесь, как нужно вам. Вот так, вуу или не вуу. Я не знаю, как это описать. Короче говоря, интенсивность того, как процесс протекает. Сначала быстро, потом чуть-чуть плавно, потом опять быстро. То есть интенсивность в конкретный элемент времени. Вот так это назовем. Их можно оттуда скопировать и в key splines прописать вот таким синтаксисом. То есть не comma separated, как здесь, а через пробельчики и точками с запятыми отделять. То есть вот смотрите, с разной скоростью будет это происходить в разные моменты времени. Ну, это, по-моему, здорово. То есть это то, о чем вообще... Короче говоря, это уже полноценные анимации, о которых только можно подумать. Так вот, я говорил, когда мы про CSS-анимации говорили, что нельзя анимировать атрибут D у path'ов. То есть вот path есть и есть D. То есть вот в данном случае это буква W. И мы не сможем плавно превратить W, например, в U. А вы наверняка видели такие... Это называется SVG Morphin Animations. Когда одна буква плавненько перетекает в другую, и это красиво. А потом, может быть, обратно там и так далее. Это можно сделать с помощью smel. Так, так, так. Куча всего открыта. Так вот. Ну да, понятно. Вы просто делаете атрибут на MD. И from to вы указываете вот эти path'ы, которые у вас длинные. Есть... Да. Здесь, по-моему, будет пример. Или... Да, нет. Пример будет вот здесь, в следующем фрагменте. Запомните об этом. Последний атрибут, который... Здесь не атрибут, точнее, а вариант. Здесь очень много вообще всякого. То есть здесь я не буду на всем останавливаться. Здесь есть варианты, когда from 50 to 150. Не говорит о том, что мы до абсолютного значения 150. А типа additive. Дополнительно. 50 плюс 150 плюс 150 и так далее. В итоге from 50 to 150 будет не до 150, а до 200, получается, у нас. Докатится шарик. Ну, короче говоря, такие детали. Нас интересует animate motion элемент. То есть мы все до этого рассказывали про просто animate. Есть animate motion. Так. Вот здесь, кстати, говорится про как перетекать из одного в другой. Вот. Animate motion. Это мы анимируем наш SVG элемент вдоль какого-то пафа. То есть вы наверняка вот так видели. То есть мы рисуем какую-нибудь линию, и по ней кругляшочек идет. Вот так вот. Это можно сделать с помощью animate motion элемента. Вот вы видите, в качестве... Да, мы указываем duration. Говорим, что это к все кло относится. Begin click. И указываем атрибут path. Точно такой же path, как мы получаем из иллюстратора. То есть вот из атрибута d, который есть у path. Вот такое вот вписываем, и кругляшочек двигается вдоль этого пути. То есть вот мы, видите, да. Отсюда вот это можно просто скопировать и туда вставить, предварительно там, нарисовав в иллюстраторе или где-то еще. Ну, понятно, что можно сделать. Вот кругляшочек двигается вдоль вот этого пути. Да, вдоль пафа. Здесь машинка. Здесь мы машинку чуть-чуть можем перевернуть. Здесь она идет задом наперед. И вот этот, давайте пример посмотрим. Это финальный, который у нас получается. Не у нас, у Сары, опять же. Но да. То есть вот там она ездит. Мы используем атрибут transform здесь, для того, чтобы машинку перевернуть в обратную сторону. Translate. Это мы ее чуть-чуть передвигаем над линией. То есть чтобы она была не под линией, не внутри двигалась, а поверх нее. И после этого просто animate motion делаем по auto-reverse. Если сделать просто reverse, насколько я помню, или какое-то другое значение, да, она не будет использовать его. Короче говоря, смотрите вот эту статью. Если вас заинтересовала вот эта штука, я не представляю, зачем это надо. Но, наверное, это круто. То есть мне значительно интересно вот эти Morphin анимации. И о них будем смотреть здесь. Это статья на CodePen. На CodePen можно блоговые статьи делать. Так вот, ну здесь просто, типа, что такое смил? Здесь чувак, как его, нового блон, говорит о том, что на сайт-пойнте вот такая гифка была, и они, типа, сделали, сказали, давайте, вот, чуваки, сделайте это в коде. Типа, просто анимацию, и будет круто. Вот, то есть, и гифка, она спрайтом вот так делалась. То есть, ну, точнее, это он из гифки сделал спрайт, посмотрел по кадру, что происходит и где, и решил таки решить эту проблему. Давайте поэтапно посмотрим. То есть он взял path, просто fill, пустой path, который, типа, он хочет как-то анимировать. Показал, сколько миллисекунд, и сделал values, то есть между вот таким, вот такой path и такой path идет анимация бесконечная. То есть он, видите, атрибут d анимировал. То есть он мог, в принципе, сделать здесь уже, давайте попробуем, если я правильно понимаю, то здесь можно вот этот первый value указать в качестве атрибута d, d равный, вот такой, и здесь написать to просто вот этот элемент. Вот так, вот так, сейчас посмотрим. Я не знаю, это перезагружено или нет, мне почему-то кажется, что да. Так, сейчас посмотрим. Нет, не перезагружено. Я форкну, пожалуй, этот pen и закину туда свой. Run. Да, то есть получается то же самое. У нас уже есть атрибут d вот с таким значением, и мы его переделываем в треугольничек. То есть это круто. Это прям вот то, что доктор прописал, что называется. И вот он после этого с помощью математики, я не знаю, как он там это выдумывал, то есть он сделал полностью именно тот вариант, который от него добивались. Использовал с помощью, ну, понятное дело, с помощью нескольких этапов, key times, сделал mode spline на каждом, потому что у них в гифке с разной скоростью это двигалось туда-сюда. Но нам это не обязательно, но тем не менее. То есть вот он разные тайминг функции на каждом этапе использовал. И здесь куча path'ов. На каждый вот раз, два, три, шесть, семь. Семь у него получилось этапчиков. Он здесь семь path'ов сделал. Ну и после этого он, естественно, дополнительно еще анимировал цвет. То есть вы можете посмотреть, кроме того, что он attribute name d сделал. Он сделал второй элемент animate с атрибутом fill, то есть заливка. Заливку по тем же этапам, с теми же временными функциями. Менял цвета просто и все. Ну вот у него получился точно такой же результат, только, ну, тут, конечно, да, по времени чуть быстро у него получилось. Он какой-то такой. Ну, в общем, не суть важна. Мы с вами в этом понимаем только то, что с помощью smil, вот этого способа, который у нас прямо в SVG пишется, можно анимировать куда более круто, чем с помощью CSS-анимации, потому что некоторые атрибуты типа d с помощью CSS-анимации не анимируются. Ну и плюс здесь есть события. То есть он это не использовал, но Сара нам показала, что много вещей можно анимировать по клику. То есть, так, здесь rerun. Тут без клика, да. Ну-ка, вы поняли. Begin, атрибут, мы делаем на него клик, или мы можем другую анимацию без begin сделать, с этого еще кликнуть. Короче говоря, здесь можно чейнить эти анимации, то есть в цепочку выстраивать. Очень многое делать. Даже псевдоинтерактивную штуку только с помощью одного смел. И он, в принципе, вам подойдет, если вы хотите какой-то один раз статический проект что-то сделать. Может быть, вам этого хватит. Но если вы делаете что-то динамическое, конечно, лучше обратиться к JavaScript. Я вот эту страницу закрою, потому что она мне процессор сильно грузит. Вот, да, все ушло. Будем рассматривать для этого библиотеку SnapSVG. Она у нас такая известная. Ее сделал Дмитрий Барановский, который до этого сделал Rafael.js, которая тоже для работы с SVG была построена. У него очень огромный API у Snap. То есть, кроме того, что здесь есть сам прототип Snap, есть типа элемент прототип, который наследует кучу методов, которые к нему. И уже... И сам Snap имеет несколько методов. Внутренний у них прототип Matrix. Я не знаю, правильно говорить, объект, когда имеешь в виду JavaScript. Я тут не сильный эксперт. Короче говоря, API у них прям досвидостный. Здесь куча всего. Просто прям вот нереально куча всего. Кроме этого, да, кроме того, что здесь есть непосредственно работа с SVG файлом, здесь есть ивенты по клику, например. То есть, если я же здесь в Search забью, можно вешать точно так же. То есть, не использовать jQuery и Snap, а использовать только Snap. То есть, по клику что-то сделать, хендлер какой-то написать. Это запросто. Дабл клик даже есть. Короче говоря, поизучайте здесь API. Он крутой. Рассмотрим пару примерчиков. Вот это пример от Rachel Smith. Это девушка, которая, по-моему, на CSS Strix теперь работает вместе с Крисом. Она сделала вот такую штуку. Давайте смотрим на разметку. Diff, контейнер, есть проценты. Это вот этот именно Diff. А, нет, это вот эти, это циферки. SVG, это вот эта линия. Так, здесь label percent и input. Вот это input. Видите, я внутри него могу ходить клавиатурой и упираюсь в percent. Это label, который к нему относится. Поэтому при, да. По умолчанию 65 его значение равно. И по нажатию run он вот так вот нам показывает. Здесь типа циферки бегут, а здесь SVG заполняется. Я здесь уберу вот этот CSS. Здесь она ничего особенного не делает. Шрифты включает. Красит все в разные цвета. Делает там position absolute и так далее. То есть, ну, очень банальная стилизация. Нас же интересует здесь JavaScript. То есть, кроме того, здесь она подключает, видите, external JS файл. То есть она SnapSVG подключает сюда в CodePen. Ой, ой, закрыл. Ой, не хотел. Верните, верните JavaScript. Так вот, здесь она по умолчанию тоже показывает, что размер нашей конвы 200. Центр у нас здесь. Радиус там такой. То есть все это высчитывает. Задает контекст. То есть SnapSVG. Контекст у нас вот этот элемент SVG. Внутри него все будут последующие действия происходить. Она это в переменную s кладет. Path у нас пока пустой. Arc это... Так, да, мы Path прописываем. То есть, опять же, если мы будем смотреть API, то snap.path. Жму, 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 жму. Чего-то не жмется. Короче говоря, он рисует path, который у нас впоследствии будет. Делает пустой элемент path. Мы его пока еще ничем не наполняем, потому что он... Да, он пустой, но сюда нужно писать то же самое, что мы пишем в атрибут D. Он будет создавать такой path. Так, здесь у нас просто радиус. И кнопочки input мы тоже кладем в переменную, чтобы к ним потом не обращаться дополнительно. То есть, мы кэшируем, короче говоря, то, что находится в кнопках. Вы, думаю, это и так все понимаете. С JavaScript работаете. Она биндит на клик вот такую функцию, что типа мы значение делим на 100. Ну и у нас такое, получается, десятичное значение от нуля до единицы получается, которое говорит, сколько процентов круга заполнять. Сама функция run. Вот она у него описана, такая достаточно большая. Здесь она первый раз ее запускает. Кстати, без замыкания, или как это называется, когда сразу функция вызывается. Ну, ладно. Она так хочет. Хотя я привык уже видеть, да, наоборот. Endpoint. То есть, приходит к нам percent. Это десятичное значение. Мы его умножаем на 360, чтобы понять, насколько нам дугу длинную рисовать. После этого используем метод animate. Обращаю ваше внимание, это интереснее всего для нас в контексте этого видео, того, что SnapSVG делает анимации. Там есть метод animate. Он есть как у самого Snap прототипа, так и к элементу его можно применять. Но для кругов, например, к элементу применять нельзя, потому что это закрытый паф. Ну, короче говоря, да, там есть несколько подводных камней. Проще всего использовать вот такой общий метод animate. Давайте посмотрим по API, что он означает. Анимейт. Так. SnapAnimate. Первый параметр from. С какого значения начинать? В какой? Потом setter, то есть функция, которая хендлит вот то значение, которое у нас здесь появляется. Duration. Сколько она длится? С какой тайминг функции? Можно использовать стандартную или написать свою. И callback, если какой-то нам нужен, что произойдет после того, как выполнится setter. Так вот, мы убираем тот круг, который был. Да. FunctionValue. Берем то значение, которое вот от нуля до end-поинта. Так. Ну, тут математика, я не разбираюсь. Короче говоря, высчитываем значения в радианах. Там какие-то синусы, косинусы, бла-бла-бла. Получаем путь. И задаем его с помощью той же функции, которая тут этого метода, который здесь очищает. То есть пустой паф присваивает по умолчанию. Мы здесь задаем тот самый путь, который у нас высчитался. M, A. И вот эта штука, это SVG. Как это? Синтаксис, да. Здесь, то есть центр, радиус, откуда начать и так далее. То есть это математическое колдунство. Это нужно гуглить вообще, как строится паф в векторном смысле. Это нам не обязательно. То есть здесь SnapSVG, кроме того, что он может работать с уже готовым SVG файлом, что мы посмотрим в следующем примере, он может и создавать SVG файлы на конве. То есть практически то же самое, что с Canvas работать, HTML Canvas. Там тоже очень много библиотек для работы с ним. Snap позволяет нам работать с пустым SVG, как конвой, и на нем рисовать все, что угодно. Вот, в общем, мы рисуем здесь путь. Вот этот путь, арк, пишем какого цвета там и так далее, какой толщины. Здесь можно это менять. И добавляем вот в этот диф, да, здесь типа сколько процентов мы ввели. То есть введем 80, он нам больше посчитает, сделает. Из-за того, что мы это пишем вот в этот setter animate, здесь оно тоже бежит и по чуть-чуть изменяется. То есть здесь такой эмуляция счетчика такого получается из-за того, что мы это в setter'е делаем. Это в течение двух секунд с дефолтной функцией isInOut. То есть здесь еще callback можно какой-нибудь написать, но она callback никакой не пишет. То есть все. Вот так это происходит. Мы делаем контекст для снэпа, то есть конву какую-то указываем. Ну, очищаем просто путь. Это она делает каждый раз, чтобы при инициализации ничего не было. Обычно это все там в функцию init какую-нибудь делают, ее сразу вызывают там и так далее. В зависимости от того, какие у вас паттерны программирования, это не мне вас учить программировать. Но да, то есть и после этого мы с помощью animate, то есть вот эта функция нам самая интересная, напомню, принимать такие параметры from to, то есть с какого значения до какого, сам setter, то есть что делать с каждой итерацией, сколько секунд она длится, ну здесь в данном случае миллисекунд, из какой тайминг функции и callback. Ну давайте посмотрим, что еще может быть, кроме, кроме, кроме вот этого snap animate, как применять анимации к элементу. Там чуть-чуть проще и, да, понятнее. На коде хаосе давненько был гайд, насколько давно, 28 октября 2014 года. Animated SVG icon. Здесь мы работаем напрямую с уже готовым SVG. То есть я скачал файлы, открыл их у себя в редакторе. Так, вот они. Так, здесь я открыл индекс, то есть то, что у нас получается, наверное, надо как-то нам вот так это расположить, чтобы понимать, что мы там меняем, что вообще происходит. Так, здесь я сайтбар уберу, потому что view hide sidebar, да, потому что у меня здесь уже все файлы открыты. В общем, ну хотя нет, я покажу, что здесь. В проекте у нас индекс HTML, на котором вот это лежит. Здесь типа заголовочек, вот он, хедер, и уже сразу SVG в контейнере. Да, в самом низу подключается библиотека snap SVG, наш файл main.js, в котором мы там все пишем. Здесь сверху подключается модернайзер, потому что чуваки с коди-хаус понимают, насколько важно в фоллбеке делать, поэтому они пытаются очень bulletproof решение сделать. Короче говоря, если у нас нету JavaScript в браузере по какой-то причине, то они показывают только домики. Так, image, image, cd icon. Если я два раза здесь нажму, так, нет, предпросмотра не будет, как кино. Так, или я нажму превью, будет? Да, будет. Показывают только вот эти домики, если нету JavaScript. Так вот, ладно, не будем отвлекаться. В индексе есть наш SVG, то есть он инлайново здесь вкинут. Тут куча групп, куча файлов. Я вам сейчас открою его в Illustrator, чтобы вы понимали, с чем предстоит работать. Так, Illustrator, cc, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Давайте, давайте, давайте. Та-та-та-та-та-та-та-та. Здесь у нас несколько слоев, то есть сами здания и вот эти кнопки там play, пауза и так далее. Чтобы вы понимали, чем ниже элемент находится вот здесь в этих слоях, тем больше у него Z-индекс будет на странице. Поэтому то, что первое у нас есть, оно выше всего, чтобы скрывать не так сложно было. Так, да, вы поняли. Здесь есть здание, то есть это второй, будем говорить, слайд нашей анимации. Так, кстати, надо показать же, с чем работаем. Вот так заполняется, потом вот так домики рисуются. Пум-пум-пум-пум-пум, оп, все. И после этого плывут облачка туда-сюда уже бесконечно, то есть там indefinite, как угодно. Вот здесь у нас слой с домиками и облачками, и слой с кнопкой вот этой play-pause, которые тоже там по умолчанию обе видны. Да, все, так, иллюстратор закрываем, все, больше он нам не нужен. И смотрим здесь. Что касается CSS, то здесь есть variables, в которых цвета просто применяются, layout, который там чуть-чуть уменьшает, что там он делает, не знаю, шрифтный, да, шрифт уменьшает, пока я сдвигаю туда-сюда, забыли про него, смотрим на наш main.js. В общем, вот такая функция, которая сразу же выполняется. Куча варов, куча переменных мы определяем. То есть animating.svg — это наш контекст snap, в него мы закидываем вот этот вот cd-animated.svg. Это вот он, вот этот, где он? Путаюсь, вот элемент svg, cd-animated.svg. Так, после этого все остальное кэшируем. Вот animating.svg select и выбираем элементы с помощью метода select. То есть, опять же, в API можете посмотреть, как работает, но фактически это практически как getQuery selector, или как там он, или просто в jQuery выбираем, какой нам нужен элемент, кэшируем в переменных, чтобы дальше с ним работать. Так, что касается вот этой вот длины окружности, я так понимаю, PR, PR в квадрате — это у нас длина окружности в математике. Я в математике не очень силен, но, по-моему, это да. То есть мы длину окружности вычисляем здесь. После этого выполняем функцию initloading, которая у нас здесь вот есть. То есть мы для stroke-ray и stroke-offset делаем вот эти значения, что, ну, как я уже в line-анимейшнах показывал, то есть мы делаем типа, что у нас длина окружности — это штрешок, после него пробел размером в длину окружности, опять штрешок и так далее. И потом, как вы догадываетесь, будем анимировать, чтобы он заполнялся туда-сюда. То есть initloading у нас прошел. После этого мы вешаем на event click у playButton, то есть вот у этого треугольничка, который мы выбрали вот здесь вот, можно вешать на click event handler. То есть это snap-овская API, то есть метод click для элементов работает. Так, здесь мы добавляем класс, это тоже snap-овская API, add-class, play is clicked. После этого используем метод animate. Это тот animate, который не для снэпа, а для элемента. То есть если мы здесь посмотрим, так, где у нас здесь API, snap.svg. Нет, не будет у нас вот так. Element animate, то здесь уже другой метод. Он применяет объект с атрибутами. Здесь внимание, обращайте на тип параметра. После этого duration, то есть сколько длится, функция временная и какой-нибудь callback, который по проходу анимации есть у нас. То есть все как обычно. И здесь мы применяем transform. То есть после того, как мы кликаем в течение 200 миллисекунд, то есть 0,2, 0,2 секунды, мы делаем transform. Вот это значение, это что называется быстрый шорткат. Короче говоря, s это scale, причем маленькая s это relative scale, то есть в зависимости от того, какое было значение. Большая s absolute scale. Короче говоря, мы по нулям scale и по x, и по y в 0. То есть кнопочка схлопывается, а кнопочка паузы расхлопывается. Здесь еще два параметра можно писать, которые имеют как раз вот этот transform origin. И по умолчанию в snap он уже 50-50%. То, что нам в CSS приходилось писать вручную, здесь можно вручную не писать. Но если нам по какому-то, по какой-то причине нужно, чтобы они схлопывались не в центр, а куда-то в другое место, мы можем, например, 0,0 сделать. И тогда оно будет схлопываться в угол у нас. То есть вы видите. Ну и здесь, соответственно, тоже из угла вылетать будет пауза. Нет, пауза вылетает не из угла. Беда. Наверное, она по умолчанию не в другом месте. Но должна вылетать из угла. Не знаю. Какие-то у меня неполадочки. Мы можем сделать, если 2-2, то пауза будет в два раза больше, чем вот она, здоровая. И также в центр туда-сюда уходить. Так, сейчас я здесь перезагружу. После этого у нас loading circle. Мы здесь комментарии указываются. Так, stroke-offset мы убираем дефолтной дживоскриптовой функции пикселя оттуда. То есть если мы считали вот этот stroke-offset. Так, где мы его считали? Нет, мы его не считали. Мы просто берем stroke-offset, который CSS на атрибут, и пиксель оттуда убираем. Ну так, чтобы работало. Чтобы можно было с цифрами как-то вот сюда передавать. Из-за того, что мы не можем к элементу circle принимать animate метод. Здесь вот это сказано. К circle элементу нельзя. Мы делаем snap-animate. То есть global animation, snap-animate, stroke-offset. То есть вот от того значения, которое мы получили, которое у нас длина функции, которое мы вот здесь вот применили. В CSS вписали. Кстати, если мы посмотрим, то в код я имею в виду страницы. Так, сейчас. Что-то я... А что он мне отдельно-то его открыл? Я хочу, чтобы я видел. Вот здесь проверить. И вот этот circle бы выбрать. Да, вот. Вы здесь видите, что stroke-offset и dash-offset, вот они применены. Сюда прямо инлайновым CSS в элемент вписаны. То есть это результат вот этой функции init-loading. Так вот, возвращаемся. Global animation, shape-animate. С вот этого значения, которое у нас есть, offset, которое равно длине всей функции, мы до нуля делаем анимацию. Сеттер у нас такой. Stroke-offset value. То есть плавненько-плавненько мы от, допустим, 500, пусть будет, пикселей, до нуля убираем этот offset. Здесь у нас количество миллисекунд. То есть если мы хотим не полторы секунды, а, например, 15. Но это, конечно, жестко. Но да, очень долго у нас это будет заполняться. Я не буду дожидаться. С вот этим дефолтным isIn, их, по-моему... Ну да, кроме того, что они там в API все есть, там есть какая-то смешная, которая называется... Как же она называется? Она называется Elastic. Elastic. Сейчас я ее сюда впишу. Посмотрите. То есть там очень много типов вот этих вот. Оп! Видели, да, туда-сюда она так заполнилась? Ну понятно, что это здесь не по смыслу. Пусть будет isIn. Но да, их есть callback. Callback, он запускает тот самый чейн, который, чтобы у нас все анимации после этого работали. То есть нам даже не нужно писать их как-то там с интервалами. Нам SnapSvG позволяет callback-ами вызывать последующие функции. И здесь мы ее вызываем так. Добавляем ADD-класс FadeOut к... К чему у нас получается? К loadingSvG, к кругляшку. Все, это все пропадает. После этого animateFloor. AnimatedFloor — это палочка, которая вот здесь вот появляется. И для нее у нас... Кстати, на паузу, если мы посмотрим по аналогии, на clickEvent забиндена вот такая функция, что типа прервать всю анимацию. Есть метод stop в SnapSvG. Убрать класс play isClicked. И вернуть вот эти вот play и паузы в обратную сторону. То есть опять scale 1.1, scale 0.0. Вот в таком аспекте. То есть просто обратная анимация. Так, продолжим нашу цепочку смотреть. AnimateFloor у нас здесь есть. По тайм-ауту 300 миллисекунд. То есть через 300 миллисекунд у нас вот это появляется. Оп. И все, пошло дальше. Смотрим chain. FloorAnimate. То есть значение x2 координата по оси абсцисс. Мы ее из вот этого, который у нас в DataX записан. То есть это не новое правило. Писать в HTML с помощью даты атрибутов. То есть так, давайте найдем здесь floor. Buildings, cloud, home, home. Что-то я сейчас буду 100 тысяч лет искать. Просто за поиском. Вон он. Там в самом низу floor. DataX 198. То есть это тот, который, чтобы у нас ушел пол за нее. За viewport, короче говоря. И оттуда выдвигался уже вот на значение 400. То есть из in-out. После этого у нас следующий callback. Animate Buildings. Мы ее записываем просто вот так вот названием. Потому что здесь мы callback писали через setTimeout. Здесь мы без таймаута сразу делаем animate Buildings. Ну тут все здания у нас вырастают. Мы height записываем тот, который у нас в Data атрибутах. Как вы видите, оно здесь все прописано заранее. То есть нам все равно нужно вот эту вот разметочку подготовить. После того, как мы ее из иллюстратора забрали, через наш оптимизатор прогнали, который я в начале ролика показывал, мы после этого можем анимировать до нужных нам значений. После этого callback запускаем анонимную функцию, lambda-функцию roofs-doors по очереди roofs-doors. Здесь то же самое. То есть мы все используем. Вот этот метод animate, который для элементов определен. Windows, Chimneys и так далее. То есть здесь везде scale или height. То есть ничего интересного. Здесь T — это transform. Опять же, маленькая T — это relative transform. Большая T — это absolute transform. Это все можно в API посмотреть. Ну то есть вот мы двигаем так эти-то... Chimneys, как это назвать? Ну вообще это камины, да, трубы, трубы камины, они появляются. Мы visibility анимируем, чтобы он до visible показался. И в этот же момент, чтобы они выпрямились. С помощью эластика вот это бум-бум, вот так вот. Здесь можно сделать, например, ease in, и посмотреть, что оно уже не так круто будет. Сейчас вот здесь слева увидите. Вот тут. Видели, просто вылезла так труба. Понятное дело, что нам лучше использовать вот такой интересненький... Интересненькую тайм-функцию. Так вот, что касается вот здесь, мы по X двигаем на 210, да. Мы можем после этого, например... Кстати, да, если мы сделаем не 210, а, например, 100, то облачка не до конца пойдут. То есть давайте посмотрим. Они только до середины, я так понимаю, дойдут. Да, то есть вот верхние значительно медленнее пошли. То есть те нижние уже практически дошли до конца. А эти дойдут только до серединки и пойдут обратно сразу же. Не успеют уйти за экран. То есть это такое. Просто кастомизации. То есть мы по Transform X вот это. Это Transform Y типа. Ну, Transform Y можно сделать, например, 150. У нас облака пойдут по диагонали. То есть здесь, когда вы это пишите, вспоминайте CSS-анимации, которые... Точнее, даже не CSS-анимации, а CSS-трансформы. CSS-трансформы, да. То есть вот это Translate X, Translate Y. Там вот, соответственно, Scale X, Scale Y. То есть там же тоже он два параметра перенимает. И вот можно эти облачка уже анимировать как угодно. И они Show Clouds и Hide Clouds вызывают друг друга. Поэтому получается, что у нас это бесконечно все выполняется. Фу. В общем, вот такое. Такие методы анимации SVG я вам хотел показать. На уже таких примерах не моих. У меня фантазии не так много, как у чуваков с Коди Хаоса и Скотт Дропса. Поэтому да. Пишите в комментариях, что еще хотелось бы вам рассмотреть. Но следующий ролик через две недели будет про SVG-спрайты. Ну там я чуть-чуть про CSS-спрайты вначале скажу. И про анимирование SVG-инфографики. Я запилю в иллюстраторе инфографику по нашему паблику на ВКонтакте. Там какие-нибудь прикольные цифры. И сделаем несколько интерактивных моментов. Там по наведению увеличивается, по клику что-нибудь еще происходит. С помощью вот этой библиотеки SnapSVG. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Вдруг вы как-то узнали по-другому об этом видео. Ставьте лайки, рассказывайте друзьям. И пишите в комментариях, может быть, что еще хотелось бы подробнее рассмотреть. Если это вообще реально, то обязательно рассмотрю. Но вот да. Следующее будет про SVG-спрайты и анимированную инфографику. Так, сейчас я сверну это все на рабочий стол. Скажу свои финальные слова, что подписывайтесь на нас еще в Твиттере, в Инстаграме, во ВКонтакте, в Фейсбуке. Слушайте и смотрите в iTunes. И читайте описание к видео на YouTube. Там я все ссылки на интересные материалы положу. Всем удачного дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok.